Компания Акваэль второй раз проводит конкурс среди видео обзоров и написанных обзоров на свою продукцию. Победителям подарят крутые призы. Это внутренние и внешние фильтры, обогреватели, светильники, сертификаты на покупку в магазинах Экзаменю и Аквионика. Работы принимались до 16 мая и в этом видео я вам покажу 5 самых лучших видео обзоров. Готовы? Поехали! Мне интересно ваше мнение. Внимательно посмотрите обзоры и в конце напишите в комментариях, какой видео обзор вам понравился больше всего. Всем привет! Хотелось бы рассказать вам о внутреннем фильтре, который я использую в своем аквариуме на 80 литров. Фильтр это одна из наиболее важных составляющих здорового и красивого аквариума и он должен отвечать определенным требованиям. Быть надежным, мощным, обеспечивать хорошую механическую фильтрацию и биологическую фильтрацию. В связи с этим я остановил свой выбор на внутреннем фильтре фирмы Аквайель. Дело в том, что я уже имел дело с именно внутренними фильтрами этой фирмы. У меня в 20 литровом аквариуме маленьком на протяжении 7 лет трудился вот такой фильтр. Это фильтр серии FAN. Самая младшая модель FAN Micro. Фильтр прекрасно справлялся со своей задачей, обеспечивал фильтрацию, обеспечивал течение необходимое, обеспечивал насыщение воды кислородом. К сожалению, аквариум этот лопнул, но фильтр остался в рабочем состоянии и просто он лежит в коробочке и ждет своего часа для участия в каком-либо другом проекте подходящего для него литража. Фильтр показал себя надежным, поэтому я решил для своего 80-литрового аквариума также выбрать фильтр фирмы Аквайель. И тогда я обратил свое внимание на фильтры серии Турбо. Я посмотрел его характеристики, понял, что да, это тот самый фильтр, который мне подходит. И давайте посмотрим, что же входит в комплектацию этого фильтра. Комплектация, в общем-то, стандартная для фильтров фирмы Аквайель. То есть, прежде всего, там инструкция. Инструкция достаточно полная, объемная на многих языках, в том числе и на русском. К прочтению обязательно. Далее, собственно, сама помпа. Помпа достаточно компактная. На ней имеется флажок-регулятор потока. Ну и внутри имеется такая крыльчатка шестилопастная и металлическая ось. Все очень легко разбирается, моется, чистится. Далее, такой вот комплект трубок для сборки, собственно, системы. Крепления. Крепления у Аквайель стандартные, идут для всех фильтров. Это такая площадка на четырех присосках. И что удобно, что я, когда закрепляю эту площадку на стекле аквариума, и при обслуживании фильтра мне не обязательно ее отсоединять с присосок. То есть, я просто фильтр вставляю вот в эти вот пазы и защелкиваю. И если мне нужно достать фильтр, я его снимаю и вытаскиваю. Также имеется дополнительное крепление. Это такой крючок. Можно вставить сюда и с помощью него регулировать уровень, на котором должен висеть фильтр. Далее идет насадка-рассеиватель потока. С помощью поворота ее можно направить поток в нужную сторону. И насадка для обогащения воды кислородом. Она одевается на выход фильтра. А этот шланг, он находится снаружи аквариума. Тут есть такой очень удобный крючок, закрепив который на стекле аквариума, например. Можно не опасаться, что он упадет в воду и перестанет поступать кислород. Либо не свесится ниже уровня воды. И при отключении электричества, например, вода самотеком не начнет вытекать. Здесь имеется регулятор, вращение которым регулируется количество подаваемого воздуха. Ну и, собственно, чем этот фильтр отличается от многих других фильтров? Тем, что помимо стандартной губки, в него имеется еще и такой стакан с биологическим наполнителем. Там находится керамика, которая очень пористая и позволяет заселяться на ней очень большому количеству нитрифицирующих бактерий. Биологическая фильтрация – это очень важный этап в деятельности аквариума. Вот такие керамические кольца там находятся. Фильтр у меня в данный момент действующий, поэтому остальные кольца у меня лежат в аквариумной воде, чтобы не погубить все те бактерии, которые там присутствуют. Просто достал показать вот такого плана керамический наполнитель. Но привлек меня фильтр не только этим. А все дело в том, что этот фильтр, его можно адаптировать под любую задачу, которая в данный момент необходима в аквариуме. И для того, чтобы расширить свои возможности в плане фильтрации, я заказал еще дополнительный стакан. Это позволяет мне, например, фильтрацию усилить в биологическом плане, поставив два стакана в биологическом наполнителе. Собственно, на старте аквариума, когда биология еще в аквариуме очень слаба, я так и делал. Я заполнил оба стакана керамикой. Это помогло мне гораздо быстрее установить биологическое равновесие в аквариуме, запустить азотный цикл, подготовить его к запуску жителей. В дальнейшем, когда у меня появились уже обитатели, я установил уже губку на него. И у меня в комплексе происходит и механическая, и биологическая фильтрация. Губку можно заменить на более мелкопористую. В эти стаканы можно положить, в принципе, любой наполнитель, такие как BioCeraMax, FosMax Pro, NitroMax, ZeoMax. В зависимости от того, какую задачу нужно решить в данный момент в аквариуме. Например, вывести нитраты, пасфаты, либо, может быть, удалить какие-то лекарственные препараты из аквариума. И эта опция мне уже тоже пригодилась, поскольку у меня были планарии, пришлось их травить. И затем, чтобы просто вывести остатки лекарственного препарата, я в этот стакан положил активированный уголь. Потом очень просто и легко его удалил. Именно этим меня и привлек этот фильтр, что я могу, купив одно всего лишь устройство, решать множество задач. Кроме того, я могу вообще не использовать его как фильтр. Я могу просто использовать его как пумпу, например. Либо для создания течения, либо для, например, подъема воды в какой-то внешний фильтр, возможно, встроенный в крышку. Также дополнительно к нему я заказал флейту, тем самым еще больше увеличив свои возможности в плане организации фильтрации и течения в аквариуме. При использовании флейты у меня появляется возможность не использовать насадку для распыления воздуха, просто направляя флейту на поверхность воды под углом, создавать колебания воды, поверхности воды, тем самым насыщать воду кислородом. Флейта эта, она стандартная, идет для всех фильтров, то есть не только для фильтра Turbo, но и также для фильтров серии Fan, ну и других. И в этом вот большой плюс продукции Акваэль, в частности фильтров, что все комплектующие, все аксессуары, их, они универсальны. Их можно использовать любыми фильтрами под любые свои нужды, фильтры фирмы Акваэль. Из плюсов, в общем, этого фильтра, это он достаточно мощный. Я не могу сказать, что он тихий, потому что этот фильтр абсолютно бесшумный. Даже когда я руку прислоняю к стеклу, я не чувствую никакой вибрации. Это, видимо, от хорошо сбалансированного, от хорошо сбалансированной роторной вот этой группы. Ну и я думаю, что присоски эти, они роль амортизаторов выполняют и гасят какие-то вибрации, которые даже и возникают. Также хочу отметить, что ценовая политика на эти фильтры более чем демократичная. И это позволяет недорого и качественно организовать фильтрацию в аквариуме и не только механическую фильтрацию, но и биологическую. Вот такой вот у меня фильтр. Давайте его соберем в том сетапе, который я использую сейчас на данный момент. Вот так выглядит та система, которая сейчас работает в моем аквариуме. И пока справляется со своей задачей полностью. Что хотелось бы, так сказать, порекомендовать, что ли, производителю? Если бы эти фильтры выпускались на базе помпы-циркулятор, которая может работать, будучи не погруженной в воду, то это было бы просто ультимативное решение не только для аквариумов, но и для черепашников, флорариумов, крабариумов и прочих систем, где необходим небольшой уровень воды, либо требуется размещать помпу где-то выше уровня воды. Ну, это такие чисто мои заметки. Это было бы, конечно, просто вообще просто супер. Это подняло бы этот фильтр просто на какой-то нереально заоблачный уровень. Но он и без этого, я говорю, очень разнообразный, очень широкий спектр имеет применение. Ну и он мощный, он надежный. Что еще нужно? Вот такой получился у меня рассказ. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и хороших, красивых, здоровых аквариумов. Всем пока! Приветствую вас, уважаемые зрители! В сегодняшнем видеоролике я хочу сделать обзор такого замечательного обогревателя фирмы Аквейль, как Platinum Heater. Это обогреватель на 25 Вт. Давайте рассмотрим внимательно коробочку. Здесь есть сразу инструкция на нескольких языках, в том числе и на русском. Из которой мы можем узнать, что этот обогреватель очень точно держит температуру плюс-минус 0,4 градуса от установленной. У него полностью электронное управление. Что означает, что не нужно крутить ручечку, чтобы настроить температуру, а достаточно нажать кнопку. Это я покажу вам чуть позже. Также здесь есть таблица, чтобы можно было удобно выбрать необходимую вам мощность обогревателя, исходя из размера вашего аквариума. К сожалению, я не смогу провести полноценную распаковку, так как пользуюсь этим обогревателем уже более двух лет. К счастью, я сохранил от него коробку, поэтому могу вам показать. В комплекте также есть инструкция. Здесь достаточно большой талмудик, так как включает в себя инструкцию на многих языках. Вот список языков здесь видно. Есть и на русском, в том числе. Есть замечательные, понятные картинки, что с обогревателем делать нужно, что не нужно. Можно посмотреть, как правильно его подключать, как правильно должна быть вилка в розетку вставлена, чтобы водичка не попала, например, и не замкнула. Ну и прочие полезные советы по использованию данного обогревателя. Но сейчас, я думаю, пора уже переместиться поближе к аквариуму и посмотреть, как же именно этот продукт выглядит в аквариуме. Итак, вот мы видим обогреватель, притаившийся в уголочке аквариума. Его за растениями не видно практически. Вот он здесь находится. Сразу можно увидеть замечательное его качество. Это цветовая индикация выбранного режима. Видно напротив 24 градуса, вот у меня горит светодиод. Также в нем есть сразу как бы две функции. Помимо обогревателя, он еще и является термометром, так как показывает текущую температуру. Сейчас горит только один светодиод, и это означает, что температура соответствует установленной. Но если будут какие-то отклонения, например, температура опустится чуть ниже, например, на 23 градуса или 22 при подмене воды, или произойдет перегрев, например, она будет выше, то будет мигать еще один светодиод, который будет отображать текущую температуру. И, соответственно, будет видно, что, допустим, текущая в аквариуме 22 мегает, а выбран режим 24. И он потихоньку приведет к нужной. Но если уже перегрев, конечно, охладить он не сможет. Будет просто индикация о том, что у вас перегрев, и, соответственно, нужно принять какие-то меры, возможно. Значит, это аквариум у меня на 30 литров. Обогреватель установлен с момента запуска, вот более двух лет уже. Ну, будем считать, два года в этом аквариуме. И он себя замечательно показывает. Хоть вроде как по таблице максимальный объем, на который рассчитан этот обогреватель, 25 литров, но здесь воды как раз меньше, чем 25 литров, чистый объем. И нагреваю я его не очень много, вот, как видно, до 24 градусов сейчас. Проблем никаких не возникает. Хотя у меня были ситуации, когда я лечил рыб и нагревал воду до 28 градусов, и с этим нагревом, опять же, обогреватель справлялся без проблем. Потому что разница между температурой в комнате и температурой, до которой нужно нагреть, не такая уж большая. Если бы в комнате было 18 градусов, скажем, а нужно было бы нагреть до 30, то, возможно, мощности этого обогревателя бы на такой объем уже не хватило. Но в моих условиях его вполне хватает. А теперь давайте посмотрим на этот терморегулятор поближе. Как видно, снизу здесь защитная есть колпачок, вот он снимается, предотвращает от случайных повреждений. Сверху единственный элемент управления расположен, это кнопка, с помощью которой настраивается нужная температура. Также здесь большим плюсом является длинный провод, он более чем полтора метра, то есть наверняка вам до розетки его хватит. Крепление. На защелке. Таким образом происходит. Спустя два года присосочки все еще не потеряли эластичность. Да, они уже не так хорошо крепятся, как в начале, но их можно поменять. Для этого достаточно вот так повернуть и вытащить. То есть всегда можно заменить на более новые, тогда будет снова хорошо держаться. Сейчас можно включить и посмотреть, как он настраивается. В инструкции написано, что до 20 секунд можно подключать его в розетку без погружения в воду. Этим мы сейчас и воспользуемся. Я еще скажу об одном важном плюсе этого обогревателя. Внимательные зрители могли уже заметить, на коробочке написано два года гарантии. То есть это тоже немаловажный такой вот плюс. Итак, после включения обогревателя мы видим, как пробежала индикация и установилась на выбранной ранней температуре. Теперь, нажимая на кнопку, мы можем выбрать нужный нам режим. Вот он пробежал и показывает, что мы нагреваем обогреватель от 24 до выбранной нами температуры. Все, сейчас я его выключаю, чтобы он не перегрелся. Еще хочется добавить, что вот этот Platinum Heater это однозначно лучший обогреватель из всех, что у меня когда-либо был. И здесь плюсы не только в простоте управления, классном дизайне, индикации, но еще и именно в самом важном, для чего собственно обогреватель предназначен, точность и поддержание выбранной температуры. Если я выбрал здесь 24 градуса, то я могу быть уверен, что в аквариуме будет 24 градуса. С другими обогревателями часто приходится вращать реостат, подгонять значение к нужной вам температуре. То есть, например, вы хотите в аквариуме иметь 25 градусов, а на реостате нужно выставить 26, например. Это один момент. А второй момент, это минимум колебаний вверх-вниз относительно выбранной температуры. То есть здесь будет стабильно 24 с какими-то, может быть, долями градусов, колебаний относительно этой отметки, которые даже термометром, наверное, вы и не заметите. В то время как во многих других обогревателях это колебание может быть плюс-минус градус и более. Вы установили 25 градусов, например, а температура воды колеблется от 24 до 26, а может быть и в более широких пределах, что естественно не может качественно сказываться на аквариуме, питомцах и так далее. Это для них минус. Поэтому я всем однозначно рекомендую использовать именно эти обогреватели. Если у вас есть возможность, лучше купить такую качественную вещь и быть уверенным, что у вас в аквариуме все в порядке. На этом я, пожалуй, буду заканчивать данный обзор. Всем, кто посмотрел, большое спасибо. Надеюсь, вам было интересно и вы подчеркнули для себя какую-то полезную информацию. Всем до свидания. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Дмитрий Киров и мой обзор на продукцию компании Аквейль. Итак, у меня два аквариума. Один 570 литров, второй 1000 литров практически. Все они обслуживаются продукцией компании Аквейль. Это внешние фильтры, внутренние фильтры. Это у нас фронтозник. Фронтозник на 570 литров. Живут фронтозы и другая тангальника. Обслуживается он внутренним фильтром Аквейль Турбо 2000. И внешний фильтр Аквейль Ультрамакс 2000. Аквейль Ультрамакс 2000, он забит у нас снизу губка. Потом идут шарики. Еще там что-то. Пуриген добавлен также. Сверху губка. Здесь префильтр губка. Там больше ничего нет. И в принципе вода вот такая кристально чистая. Все параметры воды очень хорошие. Рыба живет, рыба растет. Как мы знаем, тангальника растет очень плохо, но растет. Вот. Вот такой фильтр. Мне он очень нравится. Канистра большая. И в принципе, сколько было скептиков, говорили, что не хватит, не справится. Все справляется, все классно. Пойдем дальше. Итак, друзья, это мой второй аквариум на 930 литров. Рыба здесь всякая разная. Цихлы, скат, лепаринус, змееголовый. Франкоза там попалась. Даже кто-то мне ее привез. Здесь у меня коряги, которые не утонули еще, которые еще источают в себя всякие зловония. Он вот в таком состоянии, чистый, кристальный, без всяких сампов. Стоит на двух фильтрах внешних. Акваэль Ультрамакс 2001 и второй. Также это у меня будет отсадник для рыбы. И внутри стоит Акваэль Турбо 2000. И в принципе, всего хватает. Вода вот такого состояния. Я кормлю живой рыбой. То есть рыбой, креветкой, чем-то еще. То есть все справляется. Фильтры Акваэль, они забиты. Точно так же, как там. То есть снизу губка, потом идет всякий разный субстракт. Для полезных бактерий. Потом идет сверху губка, пуриген добавлен. И вот в таком состоянии все это. То есть продукция компании Акваэль мне очень понравилась. Я сначала купил туда фильтр. Там попробовал на фронтозеньке. Потом понял, что это все в принципе работает. Хотя очень много скептиков, как я говорил, говорили, что не будет справляться. Фильтрация надо какой-то сам. Там еще какие-то фильтра. Там миллион фильтров надо поставить, чтобы все это было классно. Но вот она тонна. Вот она тонна, почти тонна. Стоит два фильтра. Третий внутренний. И в принципе с таким населением, с такой посадкой все классно. Я понимаю, что рыба еще вырастет. Но скорее всего от кого-то придется избавиться. Там еще что-то. Но фильтра работает. То есть продукция компания Акваэль. Это классная продукция. Пользуйтесь ей. Всем добрый день. Решила снять небольшой видеообзор продукции Акваэль для конкурса. Я начинающий аквариумист, так что не судите строго. Это мой первый аквариум. Сам аквариум от компании Акваэль. Аквариум на 105 литров. Сюда уже входит фильтр, водонагреватель, освещение. Мне, как начинающему аквариумисту, было сложно со всем этим разобраться. И как только я увидела данный аквариум, не раздумываясь, его приобрела. Нисколько не пожалела, потому что вы только посмотрите на этого красавца. Помимо того, что он отлично смотрится, дизайн великолепный. Тут еще и простота обращения. Все очень четко, грамотно. Крышку можно открыть. Она вот так фиксируется. Все необходимые манипуляции с аквариумом проводишь. И также очень удобно одной рукой все можно закрыть. Небольшая крышечка отсек для кормления. У этого аквариума есть еще небольшая приятная функция. Это выбор освещения. Здесь можно регулировать, устанавливать три разных вида освещения. Первое это вот такое, которое у меня собственное и установлено. Дальше немножко такой голубоватым оттенком холодное освещение. Ну и для любителей моря. Вот такое не очень видно, конечно, при дневном свете. Ну и вечером в темноте смотрится эффектно. Вот такое освещение. Также из продукции Акваиль у меня имеется громкообчиститель, сачок с телескопической ручкой. Сачок еще немножко влажноват. Только пересаживали новых жителей. Вот это коробочки как раз идут от фильтра, водонагревателя. И там уже, повторюсь, шло в комплекте к аквариуму. Вот мои жители. Во-первых, аквариум. Все очень понравилось. Спасибо компании, продукции на высшем уровне. Я думаю, что это мой первый, но далеко не последний аквариум. И также буду приобретать данные фирмы. Всем спасибо. До свидания. Что нужно аквариумисту для успешного содержания своего подводного хозяйства? Ответов на этот вопрос может быть очень и очень много. Но один из них, пожалуй, самый очевидный – это надежное функциональное оборудование. А зная огромную тягу наших любителей и профессионалов акватемы к изобретательству и совершенствованию, нужен некий конструктор, с помощью которого можно было бы сделать максимально удобное и функциональное устройство. Забегая вперед, скажу. К такому конструктору смело можно причислить и линейку турбофильтров Акваэль, состоящую из четырех моделей разной мощности, с охватом объемов аквариумов, как заявляет производитель, до 500 литров. Разберемся, чем же нас могут привлечь эти фильтры на примере младшей модели, а именно турбофильтр 500, рассчитанный на аквариумы до 150 литров. Цифра 500 на коробке означает производительность помпы и говорит о том, что она прокачивает 500 литров воды в час. Для нас это очень важный параметр, и в ролике мы попробуем ответить на вопрос, действительно это так или нет. Ну а пока рассмотрим все по порядку. Упаковка фильтра. Это плотная качественная коробка, на которой очень много информации, касающейся применения данного устройства, его характеристик, названия и кодов наполнителей, которые можно использовать вместе или вместо стандартных. Указан гарантийный срок фильтра, это 2 года. Что говорит о серьезной уверенности производителя в своем оборудовании. Открыв коробку, мы видим, как выпадают запчасти. Не думаю, что это хорошо. Хотелось бы увидеть их запакованными в пакетики или один пакет, но производителю виднее. Хотя часть компонентов все же имеет собственную упаковку. Инструкция, она же гарантийный талон. В данном случае недобропорядочный продавец не поставил на нем свою печать. Но это не страшно, ведь у нас есть гарантия производителя. Как эксплуатировать устройство, описано на 8 языках, в том числе и на русском. Тем, кто первый раз запускает аквариум, рекомендуем все внимательно прочитать, чтобы не допустить глупых ошибок. Упакованы у нас только биоотсек и резиновые присоски. Пакет с присосками почему-то практически открыт, но все 4 штуки на месте. Главный компонент нашего фильтра – помпа. На ней указаны все ее характеристики. Помпа имеет максимальную степень защиты от влаги, достаточно экономичное энергопотребление – всего 4,4 Вт. Указана максимальная температура при эксплуатации – 35 градусов. Разбирается, как и собирается, все достаточно легко и просто. Крышка роторной камеры, цельнолитая, с соплом, снимается поворотом на 90 градусов в ту или другую сторону от центрального положения. То есть для того, чтобы направить течение вдоль задней стенки аквариума, нам нужно вешать фильтр на боковую. Повесив на заднюю, мы не сможем направить поток строго под 90 градусов. А хотелось бы иметь такую возможность. Две прорези для разборки – зачем? Непонятно. Резиновое уплотняющее кольцо, что значительно снизит потери мощности. Ось ротора металлическая, а это скорее минус, чем плюс. Область применения данной помпы уменьшается. Есть регулятор напора воды – большой плюс. Можно отрегулировать мощность потока так, как нужно. Данную помпу вполне можно использовать только с губкой, без биоотсека. Имеется возможность увеличить глубину забора воды насадками. Их в комплекте две штуки, садятся очень плотно. Губка, которая поставляется в комплекте, крупнопористая. Как мне кажется, помпа даже не заметит, что мы ее одели. Проверим чуть позже. Теперь рассмотрим, пожалуй, самую интересную часть, отличающую данную модель от других внутренних фильтров – емкость для наполнителей. Запаковали ее как-то по-особенному серьезно. Стакан из черного пластика. Очень странно, что не полупрозрачный, как на фото с коробки. Крышка биоотсека сидит очень плотно. Внутри снова пакет. Это керамические кольца. Как-то их кажется, что очень мало относительно этого стакана. Снизу есть префильтр. Также очень плотно сидит. Внутри стакана и на крышке стоят защитные решетки из пластика. Мелкая рыба не пройдет. Но и мальков или креветок они не спасут, если мы будем использовать только с префильтром. В качестве комплектного наполнителя мы имеем керамические кольца Биокерамакс 600. Их чуть больше половины объема стакана. И относительно его выглядят они просто огромными. Всего их 19 штук. Желательно кольца промыть перед началом эксплуатации. На них очень много керамической крошки и пыли. Засыпаем то, что есть в стакан. Закрываем крышкой. Цепляем его к польте. Все соединения очень качественные. Все плотно садится. Что несомненно с лучшей стороны скажется на процессе фильтрации. Крепим заборную трубку. На нее одеваем губку. В комплекте имеется направляющий наконечник. И в случае использования фильтра без аэратора, крепим его сразу на сопло. Он поворачивается в любую сторону. Очень нужная штука. Многие недооценивают его пользу. Правильно установив наконечник, мы, например, можем создать аэрацию наноаквариума без каких-либо дополнительных устройств. Причем полностью исключив разбрызгивание воды во все стороны от лопающихся пузырьков. В случае, если нам нужна стандартная подача воздуха, вначале крепим насадку для аэрации шланг, а уже затем направляющий наконечник. Соплы и насадки не имеют внутри защитных решеток. Но в аэрационной насадке есть узкое место. Его диаметр равен внешнему диаметру шланга для воздуха. Это 5 мм. Думаю, аквариумные любители залезть в сопла фильтра, такие как анциструсы, например, не смогут протиснуться. Но у совсем крошек не хватит сил справиться с потоком. Фильтр крепится на площадку-держатель, которая в свою очередь крепится на присоски к аквариумному стеклу. Присоски очень мягкие, легко вставляются в предназначенные для них отверстия и фиксируются поворотом на 90 градусов. Для держателя есть специальный подвес, который состоит из двух частей. Использовать его можно в аквариуме открытого типа. В аквариуме с крышкой подвес будет только мешать. На каждой части есть фиксаторы. Держит очень надежно. Можно регулировать высоту положения и фиксировать прилегание ко стеклу нашего фильтра в аквариуме. Крепим фильтр к держателю, ставим регулятор аэрации, который можно закрепить на подвесе. И вуаля, наш фильтр собран. Теперь сделаем некоторые измерения. Сетевой шнур. Кстати, по нему есть прямо-таки огромный вопрос. Нет, сам провод нареканий не вызывает. Вопрос по отсутствию хоть какого-либо кнопочного выключателя на нем. Как-то не совсем правильно по два раза в день выдергивать вилку из розетки при кормежке рыб. А длина провода отличная, около полутора метров. Можно, конечно, установить выключатель самостоятельно, но тогда устройство снимется с гарантии. Фильтр с губкой и биоотсеком в минимально собранном состоянии около 24 см. А значит, он рассчитан на аквариум с высотой не менее 30-35 см. С одним удлинителем чуть больше 30 см. С двумя почти 38 см. Объем биоотсека на сайте производителя указан как 250 мл. Проверяем. Всего 220. Перемерял несколько раз в разных мерных емкостях. Даже взвешивал. Результат один. С наполнителем как бы не ясно, сколько его должно быть. Но его явно не столько, сколько на фото, которое гордо украшает коробку. А также сложно вычислить реальный объем. Взвесить можно. Судя по надорванному пакету, его могли растерять где-то. Но как вы вначале заметили, мы приобрели два таких фильтра. Так вот, в этом 19 колец, а в другом 18. Странно. То ли производитель не доложил, то ли продавец вынул. Это, к слову, о том, что неплохо было бы все тщательно упаковывать. Итак, вес составил 96 граммов. А объем примерно 2 третьих биоотсека. А значит, порядка 150 мл. И в завершении тест помпы. Для чего было подготовлено два аквариума. Один в качестве резервуара с водой. А второй установлен на ровную поверхность по уровню. В него было изначально налито мерной кружкой 10 литров воды и поставлена метка. Подобран силиконовый шланг нужного диаметра. Первый тест с губкой. Почему-то захотелось так. Помпа установлена на 5 см ниже уровня воды. Всего высота подъема шланга 13 см. Одновременно включаем секундомер и вставляем вилку в розетку. Методом несложных математических вычислений находим нужное нам значение. Неплохой результат. Теперь попробуем все то же самое, только добавляем биоотсек с наполнителем. Вроде бы все хорошо. Но во время этого эксперимента мы обратили внимание, что край трубки, из которого мы наполняем, гораздо ниже уровня воды, которая после выключения помпы свободно и достаточно резво продолжает вытекать из исходного аквариума, повинуясь законам физики. Насколько сильно это помогает помпе? Делаем третий тест, в котором участвует только помпа. Результат точно как указано у производителя. И чтобы развеять наши сомнения, ставим второй аквариум выше, снова по уровню. Теперь край трубки находится точно на уровне помпы. Делаем замер. Результат получаем другой. В оправдании такого результата можно сказать, что эксперимент все же был не совсем чистый, так как был подъем шланга и составил он 13 см. А это достаточно много по сравнению со штатной работой. В любом случае, для 4,4 ватта мощности это очень хороший результат. А резюмируя все вышесказанное, турбофильтр 500 оправдывает ожидания. И, несмотря на некоторые странные технические моменты, этот конструктор хороший задел для создания хорошей фильтрующей системы. Ну а как сделать такую систему, пожалуй, это будет уже другая история. На этом у меня все. Под видео я жду ваших комментариев, ваше мнение по поводу обзоров. Всего доброго вам и вашим близким. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok